В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Добро пожаловать в будущее. В Тольятти прошла презентация инфраструктуры технопарка. Взыщут через суд. Почти 3 миллиарда рублей задолжали арендаторы земли в Самаре. Русская культура в Южной Корее. Два творческих коллектива представят Самару на празднике в городе Тхоньон. Хорошо ли устроились? Региональный министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова навестила детей из Луганска. Золото наше. Боксер из Сызрани стал победителем первенства Европы среди юношей. Технопарк «Жигулевская долина» становится туристической достопримечательностью. Инновационные проекты, которые разрабатываются в Тольятти, могут быть интересны как профессионалам, так и любителям экспериментальных новшеств. В Тольятти развивается вся инфраструктура туризма. Что интересного можно увидеть на Тольяттинской площадке и как организован быт гостей и резидентов, знает Олег Зверев. Добро пожаловать в будущее. Таким слоганом встречает гостей и резидентов технопарк «Жигулевская долина». Создатели советских фантастических фильмов вряд ли предполагали, по какому пути пойдут технологии будущего. А сегодня многое из того, что еще недавно казалось невероятным, уже действует. К примеру, умный модуль пожаротушения, разработка тольяттинских ученых. Эта сфера, заполненная холодоном в случае чрезвычайной ситуации, датчик срабатывает и вещество распыляется по всему помещению, понижая температуру и содержание кислорода как активного вещества. Мало того, приходит мобильное оповещение хозяину, что случилось что-то неладное. Мы видим, что приходит сообщение «Внимание! У меня упало давление! Проверь меня! Это срочно! Заря!» и порядковый номер 512. Это означает, что в данном помещении данный модуль сработал, либо с ним что-то произошло и давление упало. В любом случае необходимо срочно убедиться в том, что модуль в порядке, в том, что он либо потушил пожар, либо устранить неисправность. И таких проектов в Жигулевской долине уже немало, при том, что работает технопарк не так давно. Со дня официального открытия прошло полтора года, но уже сегодня 200 зарегистрированных резидентов. Из них 60 работают на территории технопарка в полную силу. Руководство предприятия уверено, что сегодня многие ученые хотели бы получить зеленый свет своим разработкам, просто многие пока еще не знают, какие возможности может дать Тольяттинская площадка. Естественно, к нам приходят сюда как просто компании, которые раньше до этого работали где-то в гаражах. После этого, когда они к нам сюда приходят, мы им рассказываем о той поддержке, которую мы им можем оказать. После этого они заходят, оформляют документы для того, чтобы стать резидентом технопарка. Цель сегодняшнего пресс-туры его организаторы обозначили как знакомство с инфраструктурой территории. Помимо производственных помещений и лабораторий, здесь работает, пожалуй, самый современный в регионе концертный конференц-зал, выставка инноваций, гостиница. Все оборудовано по последнему слову техники. Мы имеем пять номеров для людей с ограниченными возможностями. Они могут в этих номерах беспрепятственно передвигаться на инвалидных колясках. И святая святых технопарка, современный дата-центр. В этом помещении смогут разместить свое оборудование сотни предприятий самого разного профиля. В этом же помещении будет находиться электронное правительство Самарской области. Причем в случае отключения электроэнергии автоматически включается дизельный генератор, который находится в помещении рядом с основным зданием. Таким образом система будет работать без сбоев. Сегодня все достижения технопарка уже реальность, но нужно иметь в виду, что это только начало, а впереди десятки лет работы. Вот знаете, я не отношусь к технопарку как к набору зданий и сооружений. Прежде всего это те люди, которые здесь работают. Ребята молодые, ребята не молодые, старые конструкторы автовазы, например, которые пришли. Они, общаясь с той же самой столовой, достигают каких-то там договоренностей по созданию новых бизнесов. И такие уже факты есть у нас. Когда так называемая спин-оффа, то есть компания в результате там какого-то нового проекта у двух компаний, создается третья компания. Сегодня технопарк Жигулевская долина работает в Тольятти под пристальным вниманием руководства страны и региона. Власти ставят амбициозную задачу создать в Тольятти самый современный инновационный центр, кузницу технологий мирового значения. Олег Зверев, Константин Головин. События. По одной части судят о целом. В Самаре в полную силу работает дорожная лаборатория. Специалисты врезают небольшой образец свежеуложенного асфальта, исследуют его вдоль и поперек, на основании чего делают заключение о качестве всей отремонтированной дороги. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Делать дыры в свежеуложенном асфальте их прямая обязанность. Работники дорожной лаборатории не щадят ни тротуара, ни проезжую часть. Специальная машина в случайном месте аккуратно вырезает из покрытия на всю толщину небольшой кусок. На языке дорожников керн. Это образец уложенного покрытия. Керн отправляют в лабораторию для тщательного исследования. И здесь с ними уже не церемонятся. Керны разрезают на такие симпатичные кусочки, несмотря на свой размер, довольно увесистые. Нумеруют, чтобы не перепутать, а затем испытывают в различных условиях и сравнивают с эталоном. Эталоны изготавливают здесь же, в лаборатории. Привезенные образцы замораживают, исследуют на прочность и количество воды в составе. Чем ее меньше, тем долговечные покрытия. Обязательно смотрят, сколько битума использовали при работе. У нас есть установка, которая отделяет битум от минеральной части. Как только отделили, то есть там все испытание длится в районе полутора часов. Получаем просто зерновый состав. И дальше уже сравним непосредственно с требованием нормативных документов. Такие пробы берут на всех этапах дорожных работ. Как показатель выполнения работы, так и ее качество. Работа подрядчиков улучшается. Они понимают, что их всегда проверят. И нет возможности у них сделать что-то по принципу «и так пойдет». Там, где возникают моменты каких-то несоответствий требованиям проекта либо ГОСТа, подрядчикам производится за свой счет устранение этих выявленных нарушений. Отверстия в асфальте остаются на совести подрядчиков. Именно они обязаны заделать их до следующей приемки работ. Причем тем же самым составом, а не засыпать, к примеру, песком. Размер и форма отверстий такая, что не мешает движению автомобилей. Ну а совсем другое дело на тротуарах. Здесь отверстия должны быть заделаны как можно быстрее. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Почти 3 миллиарда рублей задолжали арендаторы земли в Самаре. Деньги, которые не заплатят добровольно, взыщут через суд. В должниках числятся больше тысячи организаций и граждан. Но в основном это строительные компании, которые получили участки без аукционов и даже бесплатно. Суммы долга варьируются от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей. При этом многие участки брошены и на них ничего не строят. По 83-м должникам претензии направили напрямую. Сами арендаторы пока заплатили в бюджет 15 миллионов рублей долга. С остальными разговаривать будут в суде почти 100 решений, уже вынесено в пользу города. Взыскать эти деньги планируют за полгода. На втором этапе собирать долги будут с тех организаций, которые сейчас не строят, а после с неплательщиками может быть расторгнут договор аренды и участки выставят на аукцион. Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, в аренду под строительство землю будут давать на три года. Трехгодичный срок будет подстегивать арендаторов. Во-первых, использовать по назначению участок, как можно быстрее реализовывать, то есть чтобы не было в городе долгостроев. Реализация проекта в такой, например, короткий срок для той же стройки каких-то объектов в три года, он не позволит успевать накапливать вот эти вот самые долги. Вести с фондовых рынков продолжают радовать. Нефть прибаляет в цене. Слово нашему экономическому обозревателю Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Второй день подряд рубль укрепляется. А все потому, что стоимость нефти стоит на отметке 45 долларов за баррель. Сегодня днем наметился небольшой спад, но вряд ли черное золото в ближайшее время резко упадет в цене. В результате на 10 августа Центробанк установил курс доллара США на отметке 64 рубля 78 копеек. Курс евро 71 рубль 75 копеек. Золото стоит 2782 рубля, серебро 41 рубль 14 копеек за грамм. Больше, конечно, пока радует курс доллара тайваньского. Всего 2 рубля 6 копеек. А в самарских банках сегодня дешевле всего доллар покупали за 63 рубля 72 копейки. Дороже всего продавали за 68 рублей 48 копеек. Центробанк заявил о завершении рецессии в экономике. Стране обещают подъем. Медленный, но верный. Российские рестораны собираются применить антикризисные меры. Откажутся от Wi-Fi, чтобы клиенты больше ели и меньше пользовались гаджетами. А в Самарской области продолжают дешеветь овощи. На этом все. Удачи в делах. Сотрудникам кондитерского предприятия вручили памятные знаки Куйбышев «Запасная столица». Наградили тех, кто проработал на производстве более 20 лет. Герой России Игорь Станкевич провел встречу с коллективом и посмотрел, как работают на производстве. В кондитерском цехе побывала и Алина Чемерес. Делать торты произведением искусства ее работа уже почти 20 лет. Кондитер Надежда Сидорова готовит лакомства, любит с детства. Производственный цех для нее творческая мастерская. Кондитер – это как художник. Он должен сделать, проявить всю фантазию в оформлении торта. Каждый торт надо делать с душой, с любовью. Мы вкладываем сюда всю свою душу, всю свою любовь. Приготовить основу и кремы, украсить и сладкий шедевр готов к употреблению. Около трех тонн торта в сутки выпускают работники предприятия. Каждый день на прилавки города поступают более сотни разновидностей этой продукции. Чтобы радовать жителей только свежим лакомством, здесь трудятся по 12 часов в день. Предприятия, как живой организм, работают даже ночью. В это время здесь выпускают большую часть продукции. В сутки производят до 35 тонн хлеба и слоеных изделий. У нас самый труд – это ночью. И с двух часов ночи уже машины наши выходят в комбинат из готовой продукции. Поэтому процентов 70-80 продукции выпускается ночью. Это производство хлебоволочное и производство слоеных изделий. Посмотреть, в каких условиях работают сотрудники комбината, приехал герой России Игорь Станкевич. Он пообщался с коллективом предприятия и отметил, что залог успеха комбината в его сотрудниках. А среди них есть и те, которые работают здесь практически с момента основания. Эти люди изначально, здесь хорошее выражение, заточены под свое предприятие. То есть они пришли молодыми людьми, здесь развивались, здесь врослели, семьи создавали. Они живут этим предприятием, именно этим комбинатом в данном случае. Эти люди, они являются основой коллектива, потому что они стабильность придают коллективу. Сегодня на предприятии трудится свыше 800 человек. Среди них и те, кто в профессии 20 и более лет. Им вручили награды, памятные знаки Куйбышев, запасная столица. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Далее, коротко о других темах дня. После внезапного ремонта взлетно-посадочной полосы работа Самарского аэропорта Курумыч восстановлена. В понедельник аэровокзал перестал отправлять и принимать рейсы. Ограничения ввели из-за повреждения днем полосы во время взлета из Курумыча в Ереван лайнера Аэрбас А320. Сообщалось, что разрушение покрытия произошло от реактивной струи двигателей. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Ремонтные работы завершены по плану сегодня в 4 утра. Всего из-за сбоя в работе задержаны 15 рейсов. На данный момент все они прибыли и вылетели. Даже качественный алкоголь может довести до тюрьмы. Жители Кенеля будут судить за то, что, будучи пьяным, он сообщил о ложном заминировании железнодорожного вокзала в Самаре. Это произошло 17 июня, как сообщает региональная прокуратура. Материальный ущерб от такого баловства был оценен почти в 32 тысячи рублей. Вину обвиняемый признал полностью. Минимальное наказание, которое грозит шутнику, это штраф в 200 тысяч рублей. Максимальное лишение свободы на срок до трех лет. С 9 по 13 августа в регионе действует высший класс пожарной опасности пятый. Это значит, что посещать леса строго запрещено. Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает, что нарушителям режима грозят ощутимые штрафы. Гражданам придется заплатить до 5 тысяч рублей должностным лицам до 40, юрлицам до полумиллиона. Спасатели просят, если вы заметили в лесу небольшой пожар, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны. До 1 сентября у самарских школ появится новая дорожная разметка. К началу нового учебного года готовятся не только школьники, но и дорожные службы. На совещании в департаменте городского хозяйства и экологии обсудили вопросы, связанные с работами по нанесению дорожной разметки и установке знаков, таких как дети и пешеходный переход. Чтобы не мешать движению транспорта, работы будут вести преимущественно в ночное время. Вице-мэр Владимир Василенко поставил жесткие сроки выполнения работ. Это касается по школам, там где территориально расходоволагаются в районах. Сейчас мы все вопросы связаны со знаками и с разметкой должны к 25-му четко решить. Неделя понадобилась рабочим, чтобы закончить ремонт на улице Георгия Димитрова около 47-й школы. Дорогу готовят к новому учебному году, обновляют верхний слой асфальта. Это так называемый ремонт большими картами. Какие самарские дороги также ждут обновления, расскажем прямо сейчас. К новому учебному году готовятся даже самарские дороги. Участок улицы Георгия Димитрова около 47-й школы ремонтируют большими картами. Снимают старый слой асфальта, укладывают новый. Дорога очень оживленная. Дорога требовала обновления. Хорошо, что за нее взялись своевременно, говорят местные жители, которые готовы терпеть временные неудобства, связанные с ремонтом. Ведь подрядчики обещают справиться с ним всего за неделю. Гарантия на ремонт большими картами два года. Если за это время возникнут какие-либо дефекты, подрядчик все исправит за свой счет. Такой ремонт ожидают многие самарские улицы. Партизанская, Советская Армия, Магистральная, Ракетовское шоссе и другие. Работа на улице Димитрова как раз направлена на то, чтобы повысить безопасность дорожного движения, обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд родителей детей к образовательным учреждениям. В текущем году планируется выделение суммы средств в размере 672 миллиона рублей, которая позволит отремонтировать 42 дороги картами свыше 100 метров погонных. Эта сумма позволит привести в порядок 53 автомобильные дороги. Сейчас работа выполнена уже более чем на 60%. Всего же на ремонт дорог в Самаре из бюджета всех уровней выделяют больше 2 миллиардов рублей. Сумма, по мнению специалистов, беспрецедентная. Алина Чемерис, Валерия Макарова, Дмитрий Мишканцов. События. Автобус до границы, таможня, переезд в Ростов-на-Дону и поезд до Самары. Таким непростым путем добиралась к нам группа детей из Луганской области. По просьбе руководства ЛНР на Самарской земле второй год подряд организует оздоровительный отдых ребят, живущих в зоне боевых действий. Министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова сегодня проверила, как устроили гостей, чем кормят, как лечат и развлекают. Подарки с конфетами братья Данил, Ярослав и Богдан получают лишь по большим праздникам. Мама растит мальчиков одна, с работой в Первомайске трудно и семья живет на пособии. Семьи остальных детей тоже многодетные и малообеспеченные. О том, чтобы позволить оздоровительный отдых, родители и подумать не могут. Мне тут нравятся больше всего друзья. Только зашли в корпус, сразу с ними познакомились, все сразу. Никто никого не обижал. Уже второй год подряд решением губернатора Николая Меркушкина из областного бюджета выделяется дополнительно около полутора миллионов рублей. На эти деньги 50 детей и пятеро взрослых отдыхают целую смену в санаторно-оздоровительном лагере «Березки». Учреждение выбрано не случайно. За счет областной целевой программы удалось значительно обновить его базу. Это наш лучший круглогодичного действия с капитальными условиями, капитальные корпуса, все удобства. И плюс еще набор оздоровительных процедур. То есть нам бы хотелось, чтобы они не просто здесь поиграли с вожатыми, но еще чтобы здоровье могли поправиться. Массаж, света и магнитотерапия, новый кабинет аэро-ионотерапии. К услугам ребят полный арсенал эффективных процедур. Кому необходимо, полечат зубы. В санаторно-курортных книжках, которые дети привезли с собой, стоит одна рекомендация – оздоровление. У педиатра у меня сегодня осматривают, и свои диагнозы мы тоже можем выставить. Тоже нарушение осанки, если увидим. Тоже увеличение небных миндалин мы это увидим при осмотре педиатрическом. Если будет необходимость, мы будем назначать и не только оздоровительные, но и лечебные процедуры. Вы сегодня здесь кушали? Да. Как? Что ели, что было надо? Какую? Пшеничную. В случае необходимости с детьми в лагере могут поработать квалифицированные психологи Центра Семья. Хотя по опыту прошлого года такая помощь вряд ли потребуется. Чистый воздух и положительные эмоции не оставляют места для грустных мыслей. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События. Два творческих коллектива представят Самару на празднике в южнокорейском городе Тхуньон. 15 августа – одно из самых значимых национальных торжеств – День освобождения республики. Самарские артисты отправятся на гастроли 10 августа, 16-го вернутся назад. На праздничных площадках выступит вокальная группа детского музыкального театра «Задумка». Этот коллектив уже хорошо известен не только в России, но и за ее пределами. Артисты уже побывали с фольклорной программой в 30 странах мира и везде их принимали с овациями. Теперь им предстоит покорить корейскую публику, которая воспринимает русскую культуру как экзотику. Еще один коллектив, который поедет в Тхуньон – дуэт «Балалайк» Самарской государственной филармонии. Его участники Дмитрий Буцаков и Дмитрий Косяков также выступают в народном направлении. Гастроли самарских артистов в Южную Корею состоятся в рамках программы культурного обмена, что предусмотрено соглашение между двумя городами, которые в июне этого года подписали глава Самара Олег Фурсов и мэр Тхуньона Ким Донг Джин. «Коллектив «Задумка» известен не только в Российской Федерации, но и далеко за рубежом. И максимально глубоко они понимают историю своего родного города. И крайне важно, что это поедут даже не взрослые артисты, а язык коммуникации, который несет ребенок, подросток сцены, молодой юноша или девушка. Он иногда своими эмоциями передает больше, чем мы можем сделать словами. А дуэт «Балалайк» – это ребята, которые работают на самарской сцене, в самарской области уже достаточно давно. И как никто другой, именно этот коллектив отражает все особенности нашей русской культуры. В Самаре еще одним уютным уголком стало больше. На пересечении улиц Клинической и Чернореченской в рамках фестиваля цветов разбили новую клумбу. Члены молодежного совета не поленились и на каникулах выполнили непростую работу. С какими трудностями столкнулись, ребята, выяснил Андрей Горгуленко. Даже и не верится, говорят жители, что еще совсем недавно на месте этой ухоженной клумбы был запущенный газон. Ради этого молодые активисты усердно трудились в течение двух недель. Признаются, самым трудным было столкнуться с пессимизмом горожан. Многие говорили, что цветы будут выдернуты в следующий же день, зря вы все это делаете. Но мы верим в жителей района и верим, что эта клумба продержится до следующего года. Хотелось бы, чтобы жители города тоже помогали нам с этим. Но большинство жителей все же рады переменам и надеются, что таких цветочных оазисов станет больше. Слушайте, это самое главное. Делать из планеты загрязненной цветущую – это самое большое дело в жизни. Поэтому я рада за наших ребят. Хочу их искренне поздравить и пожать им их руки, что они сделали замечательное дело. В администрации Ленинского района Самары уверены – это только начало. Общественные проекты по благоустройству города обязательно будут поддерживаться и развиваться. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Они с детства знают, кто в доме хозяин. В лагере «Волгаренок» прошло закрытие профильной смены школы будущих собственников жилья. Самарские волонтеры две недели изучали основы ЖКХ – жилищное законодательство с ведущими специалистами города. О том, чему научились дети и как они применят свои знания на практике, узнала Алина Чемерес. Везде предупреждающие знаки, осторожные дети, и также предупреждающие знаки дорожного движения. Также обратите внимание на разные контейнеры разного цвета мусорные. Это, собственно, для того, чтобы люди могли сортировать мусор. Эти проекты готовили волонтеры школы будущих владельцев жилья. Так, по их мнению, должны выглядеть Самарские улицы. Главное – понять, как сделать город более чистым и уютным, и научиться с молодых лет быть хозяевами в своем доме. Мы научились сэкономить деньги на электроэнергии. Допустим, не ставить холодильники рядом с батареями, менять лампочки на энергосберегающие. Они узнают, как можно руководствоваться этим законодательством в повседневной жизни. Как получается, что формируется товарищество собственников жилья. Как правильно, чтобы каждый житель знал весь расклад квитанций, которые приходят к ним, и могли бы объяснить, и самое главное – защитить свои права. 14 отрядов, более 200 школьников и студентов. В лагере волонтеры не только обучались основам ЖКХ, но и следили за чистотой. За две недели отдыхающие привели в порядок территорию, у корпусов благоустроили клумбы. Родители самых активных волонтеров за воспитание детей наградили памятным знаком Куйбышев «Запасная столица». Я всегда говорю, девочки, вы – мое лицо. И на моих примерах они также поступают к людям с радостью, с любовью, с добротом и делают добродетель. Силы волонтеров в сплоченности, говорят отдыхающие. И в подтверждение своих слов на торжественной церемонии закрытия смены исполняют флешмоб. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Далее новости спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Боксеру из красного угла ринга рефери поднимает руку вверх. Он победитель первенства Европы среди юношей. На соревнованиях в Хорватии спортсмены Сызрани Тимура Авдаян побил всех соперников и получил золотую медаль. Всю жизнь буду заниматься. Хочу выиграть олимпийские игры, попасть в профессиональные игры. Понравился мне бокс, потому что я посмотрел видео Мухаммеда, как он боксирует. Понравилось. Иду по его технике. Полутяжелый вес. До 81 килограмм. Один из самых сложных в боксе. Тимур Авдаян – единственный спортсмен Самарской области, который попал в сборную России. И не подвел на европейском дерби. В первом бою одолел ирландца, затем словака. Венгерский боксер вообще отказался выходить на ринг. В финале, в тяжелейшем бою, одержал победу над украинским спортсменом. Родители сияют от гордости. Отсутствие чувства. Это словами не передаст. Это прямо чувство. Победитель нашего города, нашего области. Гордость наша. Не только моя. На всю область. На всю Россию. Дай бог, что таких мальчиков побольше у нас области в городе. Сызранской звезде мирового юношеского бокса всего 14 лет. Успехи Авдаяна убеждают специалистов в том, что ему под силу заполучить и олимпийское золото, и стать абсолютным чемпионом мира. Как это сделала его кумир Мухаммед Али. А на воплощение своей мечты Тимур получил премию от правительства Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова